Господа, всем привет! С вами сеть магазинов Повелитель Воздуха и на повестке дня вопрос. Для чего нужен увлажнитель воздуха? Наши родители, да и мы сами долгое время жили в принципе без этой техники, и все было нормально. А сейчас говорят, что эта техника нужна и нужна по-хорошему в каждой комнате. Исключение составляют лишь все люди, которые живут у воды, где вечное лето. Разберемся в самой влажности воздуха. Что такое абсолютная влажность, относительная, в ее динамике, в зависимости от температуры. А в конце очень кратко пройдемся по типам увлажнителей воздуха. Что такое влажность воздуха и на что мы влияем? Господа, периодически буду смотреть в текст, потому что написан он настолько складно, что не хочется вообще никаких отклонений от сценария делать. Итак, разделяют два вида влажности, абсолютная и относительная. Абсолютная это максимальное количество влаги, которое 1 кубический метр воздуха способен в себя вобрать. В разное время года эта вместимость разная, то есть есть зависимость между температурой воздуха и влагосодержанием. Так, например, абсолютная влажность в минус 25 равна нулю, то есть 0 грамм на 1 кубический метр воздуха. Поэтому зимой воздух сухой, а не по той причине, что батареи работают. А при плюс 25, условно говоря, 20 грамм на 1 кубический метр воздуха. Другими словами, это то количество влаги, которое воздух в одном кубическом метре способен удержать в себе в газообразном состоянии. Относительная влажность. Это влажность, на которую мы влияем при помощи наших увлажнителей воздуха. Любое воздействие, приход влаги извне, прошел дождь, повесили сушиться полотенце неотжатое, открыли дверь из ванной комнаты, откуда пар валит столбом, увеличивает относительную влажность воздуха. Относительная влажность иллюстрирует долю влаги в воздухе по сравнению с абсолютным, максимально возможным значением. Поэтому, когда влажность равна 20%, это катастрофически низкое значение. Может возникнуть вопрос, если же на улице лето и там плюс 25, то зачем нужен вообще увлажнитель? Отвечаю, с температурой растет максимальное влагосодержание и падает относительная влажность при одном и том же содержании влаги в одном кубическом метре воздуха. Нашими увлажнителями воздуха, мойками, ультразвуком, паровичками, климатическими комплексами, мы увеличиваем влагосодержание, за счет чего при постоянной температуре повышается относительная влажность. При этом есть приборы, которые относительную влажность не могут поднять выше определенной отметки. мойки воздуха, например, они же естественные увлажнители, так и те, которые могут сделать хоть тропики, например, ультразвук или паровички, доведя влагосодержание воздуха, доведя влагосодержание в воздухе до 100%, забегая вперед. Это не надо, даже если вам этого очень хочется, исключение составляют только те люди, которым нужно, например, супервысокое влагосодержание, у кого есть, например, экзотические домашние животные или растения. Действительно, острая необходимость в использовании увлажнителей воздуха наступает тогда, когда температура воздуха за окном опускается ниже 0 градусов, когда абсолютное влагосодержание равно нулю. Соответственно, поступает огромное количество сухого воздуха, сохнет слизистая, сохнет интерьер, становится максимально некомфортно. В целом, также его можно еще использовать и в летний период, но не во всех регионах, потому что, когда вы активно пользуетесь кондиционером, обратите внимание, он же капает, это конденсат, соответственно, что это? Это влага, которая была у вас в помещении. И только представьте, в сутки он может забирать порядка 35-40 литров из вашего воздуха. Это много. Поэтому, если вы летом ловите себя на том, что что-то в лето, но вроде как суховато, это повод пользоваться увлажнителем и в этот период. Промежуточные выводы. Первое. Чем ниже температура, тем меньше объем влаги воздух может удержать в себе в газообразном состоянии. Следующее. Чем выше температура, тем больше объем влаги воздух может удержать в себе в газообразном состоянии. Но это не значит, что при повышении температуры воздуха он каким-то образом вберет в себя из ниоткуда взявшуюся влагу. И следующее. Относительная влажность иллюстрирует долю влаги в воздухе по сравнению с абсолютным, то есть максимально возможным, значением. Вот вы купили увлажнители. Что мешает квартире увлажняться? Главным образом есть три вещи. Первое. Это подмес свежего воздуха. Имеется в виду проветривание или работа приточного очистителя воздуха или по-другому бризера. Соответственно воздух заходит с улицы, у него другая относительная влажность и наше среднее значение достаточно быстро падает. Следующее. Это вытяжка. То есть обычная вытяжка на кухне или в санузле. В обычном режиме она не мешает ничем, она работает. Да, она чуть-чуть на себя забирает, но не критически. Но мы неоднократно сталкивались, когда в новостройках еще нет регулированного вентиляции. И там такая тяга идет, что в принципе ни один увлажнитель перебить это все не может. Но это по крайней мере лечится. И следующее. Это кондиционер. Когда кондиционер работает на холод, он забирает влагу из воздуха. Если мы берем кондиционер в летний период, в разных регионах разная потребность в дополнительном увлажнении. Например, на Урале воздух летом более влажный, чем в какой-нибудь центральной части России. Вот. И соответственно, если в Москве летом воздух увлажнять можно, на Урале это вообще не имеет никакого смысла. И, например, кондей обычная девятка на 2,5 киловатта за час из воздуха будет забирать порядка 2,5 литров жидкости дополнительно. То есть это много. Но те, кто покупают увлажнитель на лето с точки зрения прибавить к влажности воздуха, ну это совсем другой уровень осознанности. Поэтому, главным образом, главный враг любого увлажнителя воздуха это подмес свежего воздуха. Поэтому, если у вас всегда дома работает приточная вентиляция, которая поставляет условно 90-120 кубов воздуха в час, знайте, ни один увлажнитель воздуха бытовой ее перебить не сможет. Как происходит процесс увлажнения? Вот как природа не терпит пустоты, так и воздух не терпит низкого уровня относительной влажности. Соответственно, чтобы отодвинуть этот момент на как можно дольше период, он забирает из предметов интерьера в себя всю влагу. Соответственно, когда с относительной влажностью воздуха все в порядке, когда он находится в диапазоне от 40 до 60%, то и с предметами интерьера тоже абсолютно все в порядке. Соответственно, когда мы прибор включаем, сперва у нас увлажняется интерьер, а потом увлажняется воздух. При этом, когда мы достаточно долго попользуемся увлажнителем и интерьер хорошенько так пропитается, даже если мы очень агрессивно проветрим зимой, то есть когда, например, температура у нас в помещении опустится даже до плюс 10 до плюс 15 градусов, а потом закроем окно, то влажный воздух никуда в таком гигантском количестве не денется. То есть да, к нам поступит большое количество сухого, но ввиду того, что интерьер-то нормально насыщен, насытить эти там 30-40-50 кубов влажного воздуха до какого-то значения, нормальный увлажнитель сможет очень быстро. Часто слышишь вопрос, а как быстро тот или иной увлажнитель доведет мое помещение до нужной влажности? Ну, бог его знает, как быстро он доведет, но что точно можно сказать, не стоит ждать сиюминутного результата. То есть через 2-3 часа не изменится ровным счетом ничего. Например, если у вас дома плюшевый рай, куча ковров, мягкая мебель, еще какую-нибудь акустическую пианино стоит, все это будет забирать на себя очень большое количество воды. Вот вы купили себе увлажнитель воздуха, ультразвуковой, паровой, мойку, без разницы, залили в них воду утром. Вечером приходите, видите, что оно пустое, воды там нет. Соответственно, влага же куда-то делась, она у вас в помещении. Ковер ее сожрал, кровать ее съела, там гитара, пианино, белончель, скрипка, что без разницы, что у вас дома стоит. Все приборы, все предметы интерьера забирают в себя влагу, без этого никак. И, соответственно, если, например, прибор увлажняет в сутки порядка 10 литров, 10 литров и остаются у вас в помещении. Да, вернее, что-то съедает мебель, большую часть, часть нивелируется за счет проветривания под вместо свежего воздуха, вытяжки и так далее. Но большая часть остается у вас в помещении и никак иначе. То есть уйти куда-то в небытие она не может. Забываем обязательно про сугубо свои собственные ощущения. Типа, я не чувствую. Конечно, не чувствуете. У человека нет встроенного гигрометра. Человек чувствует два показателя. Слишком сухо, слишком влажно. Когда вам будет комфортно, вам, в принципе, будет комфортно. И вы об этой технике вообще думать не будете. А дальше покупатели разделятся на два сегмента. Первый разумно согласится, потому что, ну, как бы это все рационально. А другой будет возмущаться, что прибор не увлажняет, как же так. Вот особенно сильно достается мойкам воздуха. Вот ультразвук, по нему видно, он работает. Вот облачко тумана пошел, условно носом затянулся, стало в носоглотке влажно. И здесь есть мойка воздуха, работу которой не видно вообще. Но по итогу дня утром залили одним и тем же объемом воды. А к вечеру увидели, что не там, не там воды нет. Поэтому, господа, ждать эффект быстро не надо. В любом случае, все остается у вас в помещении за небольшим остатком того, что уходит вне. Есть три основных видов увлажнителей. Ультразвуковые. Мембрана разбивает воду на бесчисленное количество мельчайших капель. Это все подхватывает вентилятор на выходе облачка тумана. Паровые. Переводят воду из одного агрегата в состояние жидкого, в газообразное. На выходе теплый стерильный пар. Есть мойки воздуха. По сути, увлажняющий элемент. В рамках данной модели это гигантская губка. Сверху вентилятор. Он ее обдувает. На выходе тоже мы получаем влагу в газообразном состоянии. Но комнатная температура. Все эти приборы работают на достижение одного параметра. На увеличение относительной влажности воздуха в помещении. Но они все работают по-разному. Принципиально с каждым из них идет разное взаимодействие. Что, как выбрать, куда смотреть. Смотрите наше видео. В этом году мы как раз сняли про актуальные приборы. Что выбрать в 2022-2023 году. Поэтому, господа, все это можно купить у нас. Максимально исчерпывающую информацию тоже можно получить у нас. На ютубе мы сняли просто тонну материала. Заходите на наш сайт. airseller.ru Милости просим. Смотрите, что там есть. На этом я откланяюсь. И до скорых встреч. Пока-пока.